МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения признала это заболевание убийцей номер один. Согласно грозной статистике, оно входит в десятку причин смертности, а среди инфекционных заболеваний находится на первом месте по летальным исходам. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о пневмонии. Кто относится в группу риска и что может послужить пусковым механизмом начала пневмонии? Ответы на эти и на многие другие вопросы мы узнаем у нашего эксперта. А пока небольшая статистическая справка. Ежегодно во всем мире от пневмонии умирает 4,5 миллиона человек. В основном это мужчины из той категории, кому некогда болеть. Происходит это по ряду причин. На первом месте отношение к своему здоровью и курение, которое делает легкие человека уязвимыми к инфекциям. А еще в зоне риска маленькие дети и пожилые люди, которые имеют в своем анамнезе диабет, астму или хроническое заболевание легких. Сейчас время представить моих сегодняшних гостей. Сегодня о пневмонии мы поговорим с врачом-фтизиопульмонологом, заведующим кафедрой фтизиопульмонологии Гомельского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук, доцентом Ириной Викторовной Бульневич. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам сегодня будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Анастасия Гапоненко и Игорь Старостенко. Здравствуйте. Ребят, традиционно мы начинаем нашу передачу с вопроса, который для вас уже готов. Внимание на экран. Известно, что пневмония послужила причиной смерти многих знаменитых и талантливых людей. Это Лев Толстой и император Николай I, писатель Максим Горький и физиолог Иван Павлов. А какой американский президент вошел в историю из-за этой инфекции? Как это произошло и чем его лечили? Это вопросы для вас. Ребят, вопрос для вас уже прозвучал. Вы можете готовить ответы на него, а мы пока начнем наш разговор. Ирина Викторовна, уже в начале передачи мы упоминали о том, что в группу особого риска развития пневмонии относятся маленькие дети, пожилые люди. Возможно, это еще какие-то профессиональные вредности. Давайте немножечко более подробно о каждой из этих причин групп риска. Ну, нужно сказать прежде всего, что, конечно, пневмонии, самый главный возбудитель, самый первый возбудитель пневмонии, который мы знаем, это пневмокок. И, конечно же, кто страдает, в первую очередь, это дети. Ну, не обязательно самые, не только самые маленькие. В принципе, группа риска дети по развитию пневмонии в силу особенностей строения их дыхательной системы, прежде всего. Это, конечно, люди, у которых есть различные хронические заболевания, в том числе хронические бронхиты, хобл, о которых вы в прошлой передаче говорили и так далее. И, конечно же, люди пожилого возраста. И хочется, кстати, сразу уже забегая вперед, порекомендовать вот эти категории граждан все-таки проводить пневмококковую вакцинацию, вакцины против пневмококовой. То есть это на сегодняшний день один из таких важнейших принципов профилактики пневмонии. Существует такое мнение еще, что пневмония – это тяжелая простуда. Но ведь на самом деле это не так. Подходы, наверное, и в плане клинической картины, и в плане диагностики, и лечения отличаются. Простудой называют у нас, как правило, в народе – это острые респираторные вирусные инфекции, прежде всего. Это самая частая группа заболеваний, которая вообще в мире встречается. Миллионы человек болеют ежегодно этим заболеванием. Это самые частые. Значит, среди острых респираторных инфекций, конечно же, выделяются и пневмонии. То есть это отдельная группа заболеваний, потому что, прежде всего, пневмонии вызываются бактериальными агентами. Не вирусами, а именно бактериями. Острые респираторные вирусные инфекции могут открыть ворота для инфекции бактериальной. И прежде всего, среди вирусных инфекций самое страшное – это грипп. И как осложнение гриппа, пневмонии, да, безусловно, это есть. Самое начало пневмонии проявляется не так ярко, как остро-респираторная инфекция. Но в то же время вот такое, наоборот, скрытое попадание в организм пневмокока, некоторое такое даже, можно сказать, латентное начало пневмонии, а иногда и даже не только начало, но и течение пневмонии – это крайне опасно. На какие же симптомы стоит обратить внимание, когда нужно задуматься о том, что это не просто респираторная инфекция, а уже что-то более серьезное или осложнение ее? Ну, во-первых, мы говорим о респираторных инфекциях. Тут, конечно, клиника присутствует. То есть какие-то интоксикационные жалобы должны быть и жалобы респираторного плана. Интоксикационные повышения температуры, плохое самочувствие, головная боль может быть. И респираторные жалобы – это, прежде всего, кашель, мокрота и одышка. Так вот, когда мы говорим о пневмонии, для пневмонии не характерна, например, ринарея или насморк, как при других вирусных инфекциях. Для пневмонии характерен кашель, мокрота и одышка. Так вот, одышка не характерна для банальных вирусных инфекций, а все-таки это признак именно развивающейся пневмонии. Ну и, может быть, добавить еще боль в грудной клетке. Как сопровождающий симптом, как признак сопровождающего префрального выпада, который тоже нередкостью может быть при пневмонии. Ирина Викторовна, но если говорить о температурной реакции, высота температуры при вирусной инфекции, при пневмонии, или, может быть, длительность, которой существует пневмония? Здесь не имеет значения абсолютно ни выраженность температурной реакции, ни длительность температурной реакции. Это не является каким-то основополагающим или патагномоничным признаком пневмонии. И опять же, диагноз пневмонии может поставить только врач, потому что помимо жалоб и каких-то ощущений со стороны самого пациента, нам нужны физикальные признаки. Нам нужно найти эту пневмонию и самый главный диагностический признак – это рентгенологическое исследование. Ну и так как мы уже перешли к диагностике, давайте немножечко на этом и остановимся. Исследование крови, мокроты или рентген исследования – это все, что есть на сегодняшний день, чтобы поставить, или вернее, скажем, этого достаточно для того, чтобы поставить диагноз? Этого достаточно. Диагноз пневмонии считается определенным, если мы нашли на рентгенограмме изменения локальные. Если мы не нашли локальных изменений на рентгенограмме, мы вправе поставить диагноз клинический, то есть называется пневмония клинический. Но нужна своя совокупность тоже признаков, в частности, изменения в гемограмме, то, что характерно, опять же, для определенной есть изменения при пневмонии. Вот, мокроту мы исследуем, конечно, но исследование мокроты нужно не столько для диагностики пневмонии, сколько для определения возбудителя и тактики лечения. Но обычно это делается все-таки больше в условиях стационара, нежели в амбулаторных условиях. Врачи Единым фронтом выступают все-таки против самодиагностики и самолечения. Тем не менее, очень многие люди все-таки сами себе врачи стараются в осенне-зимний период, вот этот опасный, провести какую-то защиту себя якобы иммуномодуляторами, БАДами и так далее. Насколько это может действительно защитить от пневмонии? Является ли это полезным или может быть наоборот? Пневмония это точно не защитит. И во всех этих препаратах, если почитать внимательно инструкцию по применению, указывается, что данный препарат не является лекарственным средством. Или, когда мы говорим о тех же иммуномодуляторах, то в инструкциях пишется, что препарат назначается по рекомендации врача. Самостоятельно, конечно, нет никакого эффекта. Но, может быть, и вреда особого не принесет прием каких-то витаминов или этих же БАДов. Но, однако, защитить от пневмонии таким образом человека нельзя. Самолечение должно быть исключено. Все препараты должен назначать только врач. При лечении пневмонии нужно знать, что самый главный препарат – это антибиотик, тот, который рекомендовал врач. Ни в коем случае никаких самостоятельных действий предпринимать не надо. Если пневмония лечится в амбулаторных условиях, антибиотики пациенту назначаются таблетированные. И вот эта самодеятельность, когда некоторые пациенты наши считают, что лучше всего действуют инъекционные антибиотики, а еще лучше внутривенные, это ошибочное мнение, потому что современные антибактериальные препараты обладают высокой биодоступностью. Прекрасно всасываются в желудочно-кишечном тракте и прекрасно проникают в легкие. И назначенное лечение докторам нужно выполнять в полной мере. Не заниматься самолечением. Потому что я тоже знаю такие ситуации, когда наши пациенты считают, что мне назначили таблетки какие-то. Вот надо капельницы. Капельницы, да. На самом деле это ошибочное осуждение, а в амбулаторных условиях только пероральные антибиотики, только внутрь. Ирина Викторовна, я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят. Я напоминаю, что он был о одном известном президенте и о печальном летальном его исходе. И связано это было именно с сегодняшней нашей темой. Кто будет отвечать на вопрос? Позвольте мне ответить на данный вопрос. Действительно, это был американский военачальник, политик, а также девятый президент Соединенных Штатов Америки Вильям Генри Гарринсон. Известно, что в день присяги была погода такая холодная, ветреная и дождливая. Также известно, что Гарринсон очень долго произносил свою инагрузационную речь, порядка двух часов. И он был, отец, скажем так, не по погоде. Он был без пальто, без шляпы. И в результате этого еще он накануне болел риновирусной инфекцией. Также, помимо этих данных, он был физически перенапряжен. Была у него умственная большая нагрузка, также физическая. Он принимал постоянно посетителей. В результате банальная простуда перешла в воспаление легких и плеврит. Для лечения его врачи применяли опиум, применяли касторовое масло, применяли змеиный яд. Даже было такое мнение, что подкладывали ему живых змей. Вкупе это ухудшило состояние президента. Он впал в бредовое расстройство. Также скончался он от правосторонней пневмонии, которая была осложнена сепсисом. Также Вильям Генри Гарринсон вошел в историю, как человек, который впервые умер на своем посту, так сказать. Игорь, спасибо за ваш ответ. Это полный ответ. Но чтобы не терять нам время, мы, наверное, продолжим. И второй вопрос для вас уже готов. Внимание на экран. Ребята, вопрос для вас прозвучал. Готовьте на него пока ответ, а мы продолжим наш разговор. Ирина Викторовна, мы уже сегодня упоминали о том, что пневмония может быть как осложнение многих респираторных инфекций. И логично, что встает вопрос о вакцинации как защита от вирусных инфекций, соответственно, от пневмонии как тяжелого исхода этих вирусных инфекций. Как ваше отношение как пульмонолога к данной проблеме? Однозначно, однозначно, потому что нужна вакцинация. Дело в том, что говорилось уже, грипп является наиболее грозной инфекцией, при которой, если развивается пневмония, то, как правило, тяжелого течения. И ведь тоже, я думаю, что ни для кого не секрет, что бывают летальные исходы. Так вот, по нашим данным, те случаи, которые были зарегистрированы, случаи смерти, они, как правило, связаны с гриппом. И, как правило, это люди невакцинированные. Не вакцинированные против гриппа, соответственно, эта ситуация должна быть, конечно, изменена. То есть нужно вакцинироваться. Ну, а основное лечение пневмонии, если говорить, соответственно, это зависит от этиологии. Чем на сегодняшний день лечится пневмония? Пневмония лечится, конечно же, антибиотиками. Почему она в прежние годы была смертельно опасным заболеванием? Потому что человечество не знало этих препаратов, сейчас антибиотики. Но сейчас очень тоже важный вопрос, тоже мы его затрагивали в плане самолечения. Самолечения никакого быть не может в принципе. Любой препарат должен назначать врач. Пневмония лечится антибиотиками. Я уже тоже упоминала, все-таки на амбулаторном этапе эмпирически. То есть мы назначаем лечение в соответствии с предполагаемым возбудителем. Но пациент наблюдается еще у терапевта, некоторое время, несколько месяцев наблюдается у терапевта, потому что полное восстановление строения легкого после перенесенной пневмонии возможно в течение 6-12 даже месяцев. То есть надо тоже это учитывать. Ну а дополнительные какие-то еще к лечению, может быть, физиотерапевтические процедуры, это все нужно? Может быть, санаторно-курортное лечение? Рекомендуется бы что-то? Да, физиолечение назначается после окончания курса антибактериальной терапии, потому что помогает рассасыванию всех вот этих изменений в легких, то есть восстановлению легочной ткани. Конечно, то есть еще на протяжении некоторого времени, там, нескольких дней, недели, допустим, конечно, это очень даже хорошо. Санаторно-курортное лечение, естественно, прекрасно просто. Если есть возможность, конечно, всем будем рекомендовать. Ну а насколько это должно быть вот после перенесенной пневмонии, в временном именно периоде, когда можно уже человеку провести вот это оздоровление, может быть, поехать на юг отдохнуть и так далее после пневмонии? Ну тут надо смотреть, какая была пневмония, насколько была тяжелая, насколько был велик объем поражения и, в принципе, как мы лечили антибиотиками, потому что после антибактериального лечения же остается еще определенного рода синдром вот этот после отмены уже антибиотиков, да, то есть при восстановлении всех жизненных функций, пожалуйста, то есть если человек выздоровел и уже хорошо себя чувствует, то через неделю после выздоровления может уже куда-то отправиться в теплые страны, например, пожалуйста. Я сейчас предлагаю послушать ответ ребят на вопрос, который был о двух великих событиях, которые помогли справиться с пневмонией уже сегодня, да? Кто будет отвечать? Нет, отвечаю на данный вопрос, да. Так, первым открытием является рентген. В 1895 году Вильгельм Рентген, профессор физического факультета Германии, работая в своей лаборатории с трубкой Курска, он заметил невидимые лучи, которые способны были проникать через бумагу и дерево, и он назвал их икс-лучами. В последующем он обнаружил, что они способны воздействовать на фотографическую пленку и также могут проникать, что немаловажно, через мягкие ткани, что можно было сделать фотографию как бы скелета человека. Вот, и в последующем это открытие помогло диагностировать различные заболевания, в том числе и легких, что способствовало также как бы и контролю лечения заболеваний. А второе открытие, это, конечно, антибиотики, всем известный пенициллин. Известно, что в 1928 году Александр Флеминг занимался стафилококковыми бактериями. И как-то раз он оставил эти колонии свои на чашках Петри, и вернувшись спустя месяц к себе в лабораторию, обнаружил, что многие колонии были заряжены плесенью пенициллиум. Вот, и он заметил, что вокруг этой плесени уже не было бактерий. То есть он сделал вывод, что вещество, которое содержится в этой плесени, убивает бактерии. Он выделил это вещество и назвал его пенициллином. Но он не смог получить препарат, который лечил бы людей на практике. Но его работу продолжили ученые из Оксфорда и получили этот препарат, который также они смогли исследовать его терапевтические свойства и уже через год сделали первую инъекцию человеку. Массовое производство пенициллина было налажено во время Второй мировой войны, чтобы могло снизить смертность как в военное время, так и после военное время. Ну что ж, наверное, полный ответ наших ребят. Спасибо, Настя. Какая же профилактика поможет защитить себя от пневмонии? Что это должны быть за методы? И есть ли они реально? Они, конечно, существуют. Если мы говорим о людях из группы риска по развитию пневмонии, это прежде всего те, которые страдают хроническими заболеваниями бронхологической системы. Для этих пациентов необходима пневмококковая вакцинация, которая проводится, которая проводится у нас в Гомеле, она проводится у нас в больнице. Единственный недостаток в том, что это платное. Детям проводится вакцинация против пневмокока, тоже это надо учитывать. И по возможности все-таки вакцинироваться. Насколько хватает действия вакцины? Однократная вакцинация и дальше. То есть и пожизненный иммунитет. Если человек болел уже пневмонией, может ли он, например, в этом году болеть еще раз, два раза, три раза и так далее? Безусловно, такое бывает. И с таким мы сталкиваемся тоже нередко. Но если наш пациент болел пневмонией два и более раз в году, то мы пытаемся найти причину этого. Как правило, здесь какие-то уже хронические поражения, бронхологичные системы, которые способствуют, как говорится, развитию этой инфекции. Потому что вообще легкие у человека стерильны. Никакой инфекции там нет. Значит, если пневмокок туда проникает, значит, что-то ему в этом способствует. И мы должны найти эту причину. Как правило, такие люди подвергаются более тщательной диагностике, обследованию. То есть мы пытаемся выяснить, почему. Если это ребёнок, то у ребёнка, как правило, есть какие-то поруки развития или особенности развития бронхологичной системы. Значит, надо искать эти вещи. Ирина Викторовна, ещё такой вопрос. Если человек перенёс пневмонию на ногах, можно сказать, не заметил, это может ли пройти для него как-то без всяких осложнений, без результата? Конечно. То есть, естественно, таких случаев очень много. И тоже мы с этим регулярно сталкиваемся. Особенно видят это в поликлинике рентгенологи, которые проводят рентгенофлюрографическое обследование ежегодное население. Как вот у нас некоторые пациенты приходят и говорят, что я каждый год прохожу флюорографию, у меня всегда всё было хорошо. А в этом году описывают, что есть какой-то участок фиброза в лёгочной ткани. Вот, как правило, вот этот участок фиброза – это и есть результат перенесенной пневмонии. То есть пневмония – повреждение лёгкого, ткани лёгкого, и как вот, допустим, царапина на руке, да, может развиваться, когда заживает, остаётся небольшой вначале рубчик, да, точно так же и в лёгком после перенесенной пневмонии. И, соответственно, пневмонии же всегда протекают. Есть тяжёлое течение, есть нетяжёлое течение. Вот, в доантибактериальную эру мы бы, наверное, вымерли бы все от пневмонии, если бы организм сам не мог бы с этим справиться. Конечно, справляется и сейчас с пневмонией, поэтому есть такие варианты, когда пневмония переносится на ногах. После этого остаются изменения в виде фиброза в лёгочной ткани. Мы их видим прекрасно на рентгенограмме. Ничего страшного абсолютно для человека это не несёт. Со временем этот рубчик может уменьшиться в размерах. Ну, конечно, полностью маловероятно, что исчезнет, но замаскироваться может. Скажите, пожалуйста, а течение пневмонии у человека, который курит, и тот, который не курит, разное или, в принципе, одинаково всё это протекает? Или, может быть, наоборот, у курильщиков чаще развивается пневмония на фоне вирусной инфекции? Тут, наверное, нужно учитывать прежде всего возбудители. Не то, чтобы легче, тяжелее протекает, а какой возбудитель. В зависимости от тех факторов, которые предшествовали развитию заболевания, будут, естественно, разные возбудители. И самым частым мы считаем пневмокок у человека, который не имеет особых, как говорится, факторов риска. Но и у курильщика тоже пневмококи вызывают пневмонию. Но у курильщика, помимо того, что он курит, у него развиваются и такие заболевания, как хронический бронхит. Это обязательно. И хроническая обструктивная болезнь лёгких. И здесь то, что касается курильщика, у него просто вероятность развития пневмонии будет выше, чем у человека, который не курит, который ведёт здоровый образ жизни. На фоне вирусной инфекции, да, или любого? Необязательно. Даже не обязательно предшествующая вирусная инфекция. У него уже нарушен мукоцеллярный клиренс, у него уже нарушена функция бронхов дренажная. И, соответственно, есть условия для колонизации этими микробами, в частности, пневмококков. Ирина Викторовна, ещё такой вопрос. Если ребёнок в детстве переносит пневмонию, какой бы она ни была там степени сложности, отразится ли это на его общем состоянии, физическом, умственном развитии в последующем? Это острое инфекционное заболевание, соответственно, не должно быть никаких последствий для его физического или умственного развития. Правильно пролеченная пневмония не оставляет, собственно, практически никаких следов в организме того же ребёнка. И даже фиброзные изменения, которые могут быть после перенесенной пневмонии, с возрастом, они просто перестают иметь значение. То есть они не то чтобы ликвидируются, оно, по крайней мере, маскируется. Лёгкие растут, ребёнок растёт, и рубцы эти тоже растягиваются, не будет такого, даже и не видно будет. Но это касается, конечно, пневмоний не тяжёлых. Я не говорю о тех деструктивных пневмониях, которые, к сожалению, бывают у детей, которые приводят к тяжёлым последствиям. Это бывает в ситуации. Но банальная пневмония, которую переносит ребёнок, она не оставляет никакого следа. Для дальнейшей жизни ребёнка не будет никаких последствий. Правильно пролеченная пневмония тут надо тоже учитывать. Ребята, Ирина Викторовна, я благодарю вас сегодня за нашу встречу, за наш разговор продуктивный. И до новых встреч! «Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья», говорил Шопенгауэр. Но не пояснял, что понимаем мы это часто уже в кабинете у врача. Поэтому берегите себя, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Субтитры подогнал «Симон»!